Религия – особая форма осознания и мира, обусловленная верой в сверхъестественные, включающие в себя своды моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединения людей в организации. В древности существовало несколько точек зрения на происхождение слова «религия». Так, знаменитый римский оратор, писатель и политический деятель Ф. Д. Н. Э. Цицерон считал, что оно является производным от латинского глагола «religir», что в переносном смысле означает «благоговеть» или «относиться к чему-либо с особым вниманием, почтением». Отсюда и самое существо религии Цицерон видел в благоговении перед высшими силами – божеством. Известный западный христианский писатель и оратор Лактанций считал, что термин «религия» происходит от латинского глагола «religar». Поэтому религию он определял как союз человека с Богом. Подобным же образом понимал существо религии Блаженный Августин, хотя он считал, что слово «религия» произошло от глагола «religar», то есть «воссоединять» и сама религия означает «воссоединение», «возобновление» когда-то утерянного союза между человеком и Богом. Современные исследователи зачастую соглашаются с точкой зрения на происхождение слова «религия» от глагола «religar» возникновения религии. Вопросом возникновения религии прежде всего занимается религиовидение, начавшее формироваться в самостоятельную область знаний начиная с XIX века на стыке социальной философии, истории и философии, социологии, антропологии, психологии, всеобщей истории, этнологии, археологии и других наук. На проблему возникновения религии существует несколько точек зрения. Религиозное – человек был создан Богом и до грехопадения общался с ним напрямую. После грехопадения общение с Богом было нарушено, но Бог открывал себя в откровениях, через ангелов, пророков и в богоявлениях. Человек, в свою очередь, имеет возможность обращаться к невидимому Богу как непосредственно, так и через посредников. Политеизм рассматривается как результат постепенного отхода от изначального монотеизма, промежуточное, с одной стороны опирающееся на современные научные знания и общественные настроения, с другой стороны основанное на главном постулате религии о сотворении мира и человека Богом, после чего человек абсолютно забыл об общении с ним и даже о его существовании. Он вынужден заново искать путь к Богу, а поэтому каждая религия – это путь поиска возвращения к Богу. Этому взгляду соответствовала концепция промонотеизма, согласно которой религия в человеческом обществе существовала всегда, и к тому же изначально имела форму монотеизма, который у многих народов был впоследствии утрачен, выродившись в тотемизм, язычество и прочие немонотеистические формы религии. Концепция промонотеизма была сформулирована шотландским ученым и литератором Э. Лэнгом, впоследствии получила свое развитие в 12-томном труде католического священника-антрополога и лингвистова Шмидта «Происхождение идеи Бога». Однако позднее она была подвергнута критике, по мнению Кривелевой. А в сочинении Вильгельма Шмидта есть ошибки, а после смерти Шмидта его ученики, группирующиеся вокруг журнала «Антропоз», предприняли ревизию его работы и фактически отказались от нее, постулируя в качестве первичной формы религии не промонотеизм, а протеизм. Эволюционная религия возникает при определенном уровне развития сознания в силу невозможности рационально объяснить наблюдаемые природные явления. Первобытный человек определял все явления как некие разумные действия, объясняя проявление природных сил воли духа, разумного начала, гораздо более могущественного, чем человек. Высшей силе приписывались человеческие эмоции и поступки, а модель взаимоотношений между этими силами копировалась с соответствующей организацией человеческого общества. Согласно этому подходу религия прогрессировала от простейших форм к более сложным. Сначала был преанимеизм, затем анимеизм, татимизм, политеизм и наконец монотеизм. Идею последовательного усложнения религиозных верований впервые предложила Э. Тайлор, который выдвинул гипотезу о том, что первоначальной формой религии был анимизм. В дальнейшем идеи Тайлора получили развитие в работах Деже, Прейзера, Эрмаретта, Элья Штернберга и Оли Вибрюля. Основатели марксизма также разработали концепцию, согласно которой корнем религии является реальное практическое бессилие человека, сперва перед природными, затем перед социальными явлениями, проявляющиеся в его повседневной жизни, выражающиеся в том, что он не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности. Также широко известно выражение «религия есть опиум народа», согласно имеющимся на данный момент сведениям о периоде Палеолита. По меньшей мере, к концу этой эпохи, древние люди развили то, что мы могли бы назвать религией или духовными отношениями. На это указывают имевшиеся у них к тому времени обычаи ритуального захоронения и наскальные рисунки в пещерах. Люди, вероятно, верили, что естественный мир населяли боги или божества или даже, что различные объекты и места, такие, как камни или рощи, сами были живы. Религиозные верования и практики, как мы могли бы их себе вообразить, сформировали социальную структуру, как бы связывая общины и повышая эффективность их деятельности. Некоторые из исследователей полностью отвергают мысли о существовании дорелигиозного периода, а в качестве обоснования своего взгляда утверждают, что «современной этнографии неизвестен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной традиции, дорелигиозная». Однако другие исследователи считают, что все утверждения о том, что религия изначально присуща человеку, не выдерживают критики. По их мнению, дорелигиозный период длился очень долго, вплоть до формирования неандертальца. Некоторые из них также полагают, что признаки, свидетельствующие о наличии религиозных представлений и обрядов, становятся действительно многочисленными и убедительными лишь для периода верхнего палеолита. С определением времени возникновения религиозных обычаев тесно связана проблема определения различий и разграничений первобытных формирующихся людей и первобытных людей современного физического типа, которым принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами. Продолжение следует...